Объясню, почему ты здесь. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Привет, мальчики и девочки. Я Джордж Буш, президент Соединенных Штатов Америки. Величайшей страны в мире. Совсем скоро я перестану быть президентом, и перед тем, как уйти, я расскажу тебе кое о чем. Моя страна империя, 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 которая правит миром. Мы тотально контролируем все. Деньги, нефть, политику, войны, информацию, культуру, науку. Все в мире. Мы придумали сказку про свободу и права. Нет, мы даже не придумали ее. Мы просто ее использовали. Сказку про демократию. Какие свободы? Какие права? Какая нахрен демократия? Их не существует. Существуют только наши интересы. И больше ничего. Это мы решаем, кто свободен и демократичен, а кто нет. Нам глубоко плевать, по большому счету, кто и что об этом думает. Развитие средств массовой информации позволило нам контролировать практически все информационные потоки. Нам нужно было сделать смыслом жизни людей то, что давало бы нам максимальный доход. Мы создали общество потребления. Общество, в котором погоня за совершенно ненужными вещами превратилась в смысл жизни. Человек рождается, учится, работает, заводит семью, оставляет потомство, стареет и умирает. Мы контролируем действия на каждом этапе и во всех сферах. Вы смотрите на это и полагаете, что у вас есть возможность выбирать. Эй, дураки, очнитесь! Какая хрен разница? Нашей страной правят не президенты. Нашей страной правит правительство, состоящее из глав крупнейших банков и корпораций. Их никто не выбирает. Их никто не контролирует. У них в руках все ресурсы, все телеканалы, все информационные потоки. А эти ребята, эти чудесные обезьянки, отвлекают твое внимание, чтобы ты думал, что живешь в свободной стране и на что ты влияешь. Забудь. Империя владеет тобой. Твой счет в банке, твой телефонный номер, твой электронный адрес и письма в нем, новости в твоем телевизоре, твой компьютер и твоя операционная система, твой дневник и анкета знакомств, твоя работа, машина и дом. Книги, которые ты читаешь, кино, которое ты смотришь, музыка, которую ты слушаешь, одежда, которую ты носишь и даже стул, на котором ты сидишь, все это принадлежит нам. Но самое главное, мы владеем твоим сознанием, твоими мечтами и страхами, твоими желаниями и твоими действиями, твоим прошлым, настоящим и будущим. Знаешь, кто ты, а точнее, что ты? Ты самая обыкновенная батарейка. Один из миллиардов источников энергии, обеспечивающих нашу систему. Тебе интересно, куда мы движемся? Чего мы хотим? Остался последний этап. Нам нужен абсолютный, тотальный контроль над каждым на всей территории Земли. Всемирная, единая власть и валюта. Субтитры создавал DimaTorzok Мы видим, что Билл Клинтон был ничего больше, чем пупец, которые его поставили в Белландию. Билл Клинтон, который был похож на пупец. 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 Билл Клинтон и лод eram высеч에 дош и кем-ембалет. И также перевернутая пентаграмма Бывший колдун, масон, мормон и сатанист Билл Шнорбелен подчеркивает Что для колдунов перевернутая пентаграмма имеет одно значение и одну цель Это призвать силу сатаны и установить царство дьявола на этой земле Итак, этот символ находится на масонском храме и на мормонском храме Я сделал это фотографии сам, так что я знаю, что они там есть Еще одна цитата Вы найдете сатанинскую пентаграмму бесценной и необходимой, если вы попытаетесь использовать дьявольскую власть нашего господина сатаны Этот чрезвычайно важный амулет является знаком микрокосмоса и является суммой всех оккультных сил Другими словами, нет амулета более сильного или даже подобного по силе сатанинской пентаграммы Это символ сатанизма Это не просто случайность Проповедники, которые являются членами различных обществ сатанинских Они часто используют эти символы Итак, пока я ехал сюда, я тут набросал несколько вопросов, пришедших мне в голову Вас никогда не беспокоили некоторые вещи, которые есть в христианстве, но которых нет в Библии? Например, первородный грех Непорочное зачатие Непорочное рождение есть только в двух из писаний Священники Вас не беспокоит, что эти вещи пришли Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, я не верю вам, так не может быть Я не сказал, что будет легко Я лишь обещал открыть правду Стоп, отпустите Дайте мне уйти, не хочу Убилите от меня Не трогайте Отвижайтесь Я не верю Я не верю Я не верю Дурдом Подыши, ну Просто подыши Целый мирок Надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду Какую Что ты только раб, Нео Как и все ты с рождения в цепях С рождения в тюрьме, которую не почуешь и не коснешься В темнице для разума Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...